Чё говоришь, вообще пи***ц там, да? Ну, в одной деревне хохлы не смогли продавить. Сейчас через наше направление будут. До Херсона? Ну вот в Херсоне они. Здесь за 7 километров от нас. У вас в случае вооружение-то нормальное? Ну, если считать БМП с Афгана, то да. Ну, б***ь. Вчера племянника Вовкинова подвозили. Он говорит, я, брат и отец. Сесть, говорит, под ружьё. Всем повестка пришла. Правильно, м***ь, прохлаждаться. Алинка говорит, сейчас, говорит, ещё они дома, говорит, а уже, б***ь, зассали, нахуй. Да, он вчера тоже. Куфешно. Как-то сидел с Алиной, разговаривал. И над нами ракета пролетела хохлятская. А позавчера я шестерых положил с пулемёта. Вам хоть засчитывается это куда-нибудь? Да ни***ь это ничего не засчитывается. Нас же считают как добровольцами, а не контрактниками. Да, вот, кстати, насчёт этого. Ты же и медкомиссию, всё проходил, и по учетке был, всё. Вы как контрактники считаетесь-то, по идее. Это которые добровольцы здесь, б***ь, он их, как, б***ь, быдло нахуй в вагон посадили, б***ь, и отправили. В Новосибирске. Вот это вот добровольцы. Не знаю, у нас вчера прикол был. Чё? Это даже приколом не назвать. Да, наша разведка выехала работать. Ну и по-нашему отработали. Трое трёхсотых. Своих же. Да. Ну что же я хотела ещё сказать-то, что это... А! Ну короче, если сейчас Луганск и Донецк подпишут референдум, и это будет состав России, то это уже будет не просто спецоперация, а конкретная война. Ну да, поэтому мобилизацию и вели. Так они, б***ь, они Крым обстреливают. Уже близлежащие области, Россия и области, и Путин молчит, нахуй. Там Европа-то вообще п***ец страдает. У них хлеб, б***ь, в 10, в 20 раз подорожал. Им запрещают, б***ь, свет везде включать, что электроэнергии нету. У них-то жрать нечего. Ну и считай, подсолнечное масло стоит, б***ь, сейчас как полавтомобиля. Потому что подсолнечное масло в основном с Россией шло. Самое интересное, б***ь, на Украине война, нахуй, а у нас здесь такой ценник, б***ь, как будто у нас здесь, б***ь. Масло, б***ь, подсолнечное, нахуй. Как будто мы, б***ь, на Западе живем.